Добрый вечер всем! Мы, как всегда, за круглым столом. Я не скажу, какой круглый стол, здесь острые углы, никакого круглого стола. Сегодня, Барухашем, пятнадцатый урок. Перед том, что мы какую-то с вами прошли дорогу вместе, это замечательно. Это Лёки Неги Тахама Но все-таки пятнадцатый это красивое число. Я сегодня очень много вступлений на иврите, хотя нужно говорить на русском языке, но я надеюсь, вы меня понимаете. Нам сегодня предстоит очень важные и интересные вещи вместе посмотреть. Нам с вами нужно, как вы понимаете, подготовиться к уроку, то есть немножко выйти из нашей повседневной реальности и будней. Как мы прекрасно помним, кроме того, что мы находимся в различных делах и заботах, мы находимся также на фоне больше девяти месяцев продолжающейся войны. Это непростые вещи. И то, что, в принципе, есть возможность вместе с вами или вместе с нами проводить уроки и уроки, которые укрепляют нас, которые дают нам силы идти вперед, которые расширяют наше мировоззрение, усиляют нашу или усиливают нашу душу и наши возможности, дают нам, назовем это так, глоток воздуха. Это очень важно на фоне событий, которые перед нами все больше и дальше открываются. И это важно для каждого из нас. Потому что, когда мы изучаем Тору, мы усиливаем весь еврейский народ. Это очень-очень важно. И наш вклад незаменим. Об этом очень важно помнить и напоминать себе. Этот вклад незаменим. Потому что наши солдаты отдают жизнь, чтобы мы здесь находились, мы должны давать им силы. Теперь понятно, что есть силы, которые не получают от еды, от поддержки разного рода. Но, как мы понимаем, в каждом человеке есть душа. И в каждом человеке есть, назовем это так, душевные силы. И путем уроков Торы, путем тфилот, молитв и так далее, мы укрепляем весь еврейский народ. И это очень-очень важно. И в этом тоже есть какая-то небольшая, но важная наша заслуга тоже. Мы находимся на странице, так называемом, нужно чуть-чуть разогнаться. Мы немножко вернемся и и просмотрим конец прошлого урока и пойдем вперед. Это страница Нун Гиммел внизу. Книга, которую я держу в руках, это вот такая вот книга. Мы читаем на иврите. И я перевожу на русский язык. Это Перуш Левтов. Значит, в начале этого этого абзаца Раф говорит об удивительных вещах. Он говорит о том, что он пришел к тому, что нужно, не просто нужно, а важно и необходимо составить книгу, которая перед нашими, перед нами находится. Это книга, которая заняла очень много времени для того, чтобы обдумать и прийти к этому, и записать, и подготовить материал, и так далее. Это очень-очень большой пласт работы, который был сделан Раббе Нубахе тысячу лет назад. В тот момент, когда он уже, так называемо, собирался приступить к тому, чтобы записать книги, на него, так называемо, свалилось состояние некого неуверенности, страха, как это я напишу эту книгу. Он задался вопросом, это очень важно, как это я напишу эту книгу. У меня есть потенциалы, у меня есть эти возможности, кто я такой, и тысячи вопросов, которые мы себя очень часто спрашиваем. Как это я напишу такую невероятную книгу? Это книга, которую изучают, и изучали все наши великие учителя после Раббе Нубахи, и изучали постоянно. Арья Кадош, Илья Умивильна, более последние поколения, ближе к нам Раббе Илья Бейцак, Мебердичев, и многие-многие другие учителя всех поколений, и близко к нам, и чуть дальше, и так далее, и жали постоянно. Раббе Илья Бейцак из Бердичева говорил, что эта книга, которую нужно изучать постоянно, каждый день, а большинство евреев просто не могут или не делают это, потому что книга настолько глубокая, непростая в понимании, кажущаяся очень простой, что это просто люди не занимаются, не смотрят, не выверяют. Оказывается, здесь невероятные глубины. Мы постараемся немножко, хотя бы немножко приподнять, потому что нам нужно увидеть некую глубину в том, что перевести текст несложно, как вы понимаете, потому что у нас есть переводы книг на разные языки. Эта книга переведена на много языков, потому что одна из основоположных книг в еврейской домашней библиотеке, как вы понимаете. Очень важно, чтобы дома у нас были книги Торы, очень важно, нужно стараться. Книги Торы заполняют дом совсем другой атмосферой, духовными вещами. Книга – это в какой-то мере нечто, что работает с нами, книга, которая находится у нас дома. В особенности важно не забывать о том, что эти книги нужно по крайней мере открыть, как-то просмотреть какие-то, уделить 5-10 минут по крайней мере каждой книге, которую вы покупаете, чтобы эта книга, так называемая, была связь с вашей душой. Это же каждая книга Торы, в особенности, мы говорим, прежде всего, книга, которая написана Лошона Кодыш на небесном языке иврит. Это слова Торы, которые спущены с неба. Это все удивительные вещи работы с нашей душой, даже когда мы эту книгу, так называемую, не прикасаемся. Но в какой-то момент в нашей жизни, может быть, через год, два, пять или даже десять лет, нам почему-то, а может быть, по какой-то конкретной причине, захочется книгу взять в руку, посмотреть, прочесть или просто как-то, знаете, вот иногда как-то хочется погладить. Вот у человека есть какие-то драгоценности и так далее. В особенности это, видимо, с женщиной как-то связано, видимо, проще, да, то есть вот открываешь золото, бриллианты, как-то хочется их как-то так погладить, как-то так посмотреть, как это блеск, красота с разных сторон переливается вот изумруд в моих руках. Это книги Торы, да, то есть человек, который понимает, что в его руках, это действительно как переливающий с разных сторон вот это вот светом, каждой гранью, разными гранями Торы, разными гранями мудрости, удивительных светлых и красивых вещей. Так вот, раб говорит о том, что он споймал себя, споймал себя на том, что, собственно, откуда у меня вот эта вот мысль, что кто я такой, чтобы написать это все, почему вообще эти вещи возникают у меня и так далее. И он начал внутрь себя заглядывать и смотреть. И он пришел к тому, что это желание его ничего не делать, то есть не писать эту книгу, которая наш мозг обворачивает в различные факты, идеи и понимание, например, такое, как бы на фоне того, что, например, вот обратите внимание, как работает процесс. У нас есть, например, не знаю, страх написать эту книгу. Вот Рав Рабену Бахли нашел, что у него есть отслюд, то есть нежелание тяжело работать, желание находиться в неком состоянии покоя, спокойствия, не загружать себя какими-то тяжелыми проектами и так далее. И вот сама эта мысль и нежелание, которая очень тонкая-тонкая вещь внутри нас, внутри нашей души, головы и так далее, какие-то желания, может быть иногда тайны, они выражают действительность и реальность таким образом, чтобы мы ничего не делали. И мы находим объяснение, почему не нужно это делать. То есть мы сами себя объясняем, когда наше сердце чего-то хочет, мы объясняем себе, почему нам не нужно это делать. Так вот, книга называется «Ховод Галливаго», то есть в Рав Рабену Бахли учит нас смотреть в корень вещей, искать, смотреть, думать, размышлять, познавать себя прежде всего. И вот он говорит, что я пришел, есть высказь наших учителей, которое звучит так, наверняка, «Минга загерут, жилет арбелиги загерут». То есть, да, конечно, есть понятие загерут, то есть нужно быть аккуратным, нужно быть, как бы, есть у нас предосторожности разные, которые выдержат. Но если ты слишком осторожен, если ты слишком заботишься о том, чтобы не сделать ошибку, в конце концов, приходишь к тому, что ты вообще ничего не делаешь. То есть вот этот страх сделать следующий шаг, он прикрывает возможность вообще что-то делать. И вот обратил внимание, что приходит к такому состоянию, то есть вот это вот светлое желание дать людям, помочь людям, привести к чему-то хорошему в жизни. И это связано с каждым из нас тоже. Потому что у нас, у каждого из нас всегда, в большей или меньшей мере, есть такие желания. И потом начинаются мысли, кто я такой, зачем так, меня не поймут, кому это нужно. И тогда и тысячи других вещей, у каждого свои мысли. Но в конце концов, это очень часто заканчивается тем, что человек вообще ничего не делает. То есть мы сами себе вот этими вот вещами перекрываем возможность и наше желание что-то хорошее сделать. И об этом сейчас будет написано еще. И вот в этом месте Раф ведает нам просто удивительную вещь. Он говорит о том, что если бы каждый еврей, каждый человек, когда он хотел сделать что-то хорошее, что-то продуктивное, поднять, помочь, написать. Каждый, кто хотел бы показать истину в жизни, кто хотел бы направить людей в сторону истины, прямой дороги в жизни. Не только в Торе, но вообще прямые дороги. Как идти прямыми дорогами. Такой человек молчал бы. И ждал бы, пока он увидит всю картину целостно. То есть, знаете, вот у нас есть очень часто какие-то отрывки знаний. Вот мы что-то небольшое знаем, и мы прекрасно понимаем, если мы, так называемо, смотрим на картину мира, что наши знания, они ограничены. Иногда сильно ограничены, иногда частично ограничены, но иногда всегда ограничены. Так вот, если бы мы ждали, как пока у нас будет полная картина, полный пакет знаний, понимание всего и всех нюансов, всех деталей до, так называемых, до мельчайших подробностей, во всех нюансах, которые только могли бы быть. Так вот, такой человек, он вообще бы ни с кем не говорил. И вот эти вот пути к себе, пути к своей душе, пути ко Всевышнему, все эти вещи просто и дороги были бы перекрыты. Этого просто вообще бы не было. И эти пути были бы перекрыты после чего или после кого. Здесь есть удивительное объяснение. Это просто дает нам невероятную возможность невероятного скачка вперед. И раб говорит о том, что во времена храма были новием, были пророки. И пророком становились те, кого Всевышний выбирал. То есть Всевышний выбирал каких-то особых людей, особых евреев. И они были его посланниками. Они приходили к тем или иным людям или обращались ко всему народу. Они говорили то, что хотел Всевышний. Каждое слово было вложено в их уста. Это было от Всевышнего. Это было целостно. Это было монументально. Это была истина в последней инстанции. Потому что со Всевышним не поспоришь. И не нужно спорить. Это лучшее, что только могло бы быть для каждого человека. И никакой ошибки, конечно же, в этом не могло бы быть. Это тоже естественно. Но мы знаем, что храма нет. И пророков, которые посылает Всевышний, тоже нет. Так что в этом месте мы опустим руки. В этом месте мы скажем, что все больше, так называемое, если это идет напрямую от Всевышнего. Если Всевышний нас напрямую не избрал. Значит, получается, что нет возможности что-то вообще в жизни делать. Руки опускаются. То есть у нас нет вообще никакой возможности что-то хорошее сделать. Что-то правильное, что-то праведное. Идти прямыми путями. Вообще этой возможности, в принципе, получается нет. Потому что это никогда не будет на сто процентов, так называемое, от Всевышнего. Потому что это не Всевышний нас выбрал напрямую. Это никогда не будет, так называемая, последняя инстанция. Это мы никогда не сможем объять всю целостность и, так называемое, до конца прийти к тому, что вот только так и никак по-другому. Мы никогда не можем быть на сто процентов уверенными, конечно. Я не призываю к тому, чтобы быть легковесными и не думать и так далее. И первое, что пришло в голову, нужно сразу бежать и делать. Нужно думать, нужно размышлять, нужно советоваться. Но вместе с этим нужно так же делать. Так говорит, это муравь о том, что если бы таким образом и поступали, то люди на протяжении всех поколений, последние две с лишним тысячи лет, они не пришли бы ни к чему хорошему. Они не шли бы правильными путями и дорогами. Руки люди просто опускались бы во всех этих случаях. Потому что, так называемое, кто ты такой или почему ты и так далее. Эти вопросы, они актуальны. Но никто бы ничего не делал в этом направлении. Потому что, если Всевышний нас не был, кто мы такие. Но мы должны это делать. Мы должны идти этими дорогами. Мы должны учиться. Мы должны стремиться. По-другому у нас просто нет выхода. Потому что реальность после разрушения храма изменилась. Мы находимся вместе. И в реальности, как называется, Ахас Тарана. То есть, Всевышний от нас спрятан. И это спрятан, оно, так называемое, с наслами, со временем усугубилось в плане того, что это все больше и больше и больше Всевышний от нас, так называемое, нам все менее и менее понятно, что, зачем, почему и так далее. В особенности последние примерно 200 лет с развитием науки, с развитием технологий, с развитием возможности заменить различные базисные силы природы, естественные явления природы, естественную жизнь и так далее. Все эти вещи заменители нас очень сильно отдаляют от базисного понимания, восприятия того, что есть и другая реальность. Есть настолько много заменителей в наши дни, что мы даже не понимаем какие-то самые базисные вещи. Например, даже просто не хочу говорить, но есть очень много людей, которые имеют и живут в таких отклонениях, что даже как-то не в сказке сказать, не в первом писать. То есть, просто, ну совсем. Я просто не хочу называть эти явления и так далее, но наш мир полон дури и непонятно чего просто. Потому что люди доходят до таких вещей, что просто диву даются. А как можно вообще даже подумать об этом? Основы потеряны. Потеряны многие основы. Люди не понимают, как жить, куда стремиться, в какую сторону идти, зачем. Ничего не понимают. Как бы вот это отрезано очень сильно. Но у нас, то есть мы как евреи имеем огромное счастье, да, это еврейское счастье. Как вы понимаете, еврейское счастье это не простое счастье, но это огромное счастье. Потому что мы знаем, у нас есть основа, у нас есть корни, у нас есть направления. Итак, мы продолжаем, находимся на странице Нун Гей. И так далее. 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 If. И так далее. И так далее. И так далее. из основных вещей это нужно провести некий мост между тем где нахожусь сейчас и к чему я хочу подступить потому что вот я кушал пил в туалет ходил какие-то проблемы разгребал занимался какими-то вещами на работе разговаривал с разными людьми о том о сём ботинки чистил и вдруг или не совсем вдруг я беру в руку книгу и слушаю какой-то урок торы а тора это тора не пришла нам рассказывать работать тебе или не работать тор не пришла когда тебе нужно кушать тора не пришла рассказывать что тебе нужно сегодня на обед съесть тора не пришла тебе напрямую рассказывать как тебе перенать ребенка или чем или какими кремами смазывать что-то еще не для этого тора пришла даже есть базисное высказание которые мы читаем всего и в самом начале до берах и рыцка 2 мали тора то есть тора не для этого пришла ребенок рождается он не нужно тора чтобы ему сказать что ему нужно кушать или он хочет пить все так все понимают то есть базисные вещи как жить людям для этого тора не нужна закончите какую-то специальность учиться в школе для этого тора не нужна мы обращаем внимание что во всем мире без этого замечательно справляется и каких вопросов не задают к нам не приходит и умоляет нас научите как же нам кушать как же нам думать как-то совсем не видим таких проблем у людей все замечательно не для этого тора нужно тора говорит о тех вещах которые мы глазами не видим ушами не слышим не осязаем пальцем не потрогаешь торговать о нашей душе так невозможно но вообще него это просто задумайтесь это подход очень важен как перед сила то есть молитва так перед изучением торы и другими вещами и размышленно высокие тем невозможно печь пироги убирать квартиру и потом взять книгу и так называемый бежать книги как будто бы ты продолжаешь то же самое это другое ты соприкасаясь сейчас с души духовными высокими вещами и нужно сделать некое изменение в сознании нужно остановиться может быть нужно стоит на тела киада и может быть нужно какие-то еще вещи для отношения советую прочесть тихо ты леонов и перед этим то есть какой-то небольшой тревоги из книги за конечно без без никаких переводов и так далее чтобы наше сознание восприятие нас трос какие-то высокие вещи мы не говорим это не продолжение это не рецепт это не холодильник это не базар это не магазин мы сейчас в другую реальность пытаемся тогда зайти как-то подключиться до чтобы наша душа начала работать это не работает как бы одно другое третье этот тормозишь вот представьте себе каждый раз когда вы походите к сила или каждый когда вы подходите к изучению торы представьте себе что вы просто такая модель да и нужно представить но чтобы было понять понятно чем и давай представьте себе что вы идете по ровной местности и вся наша жизнь в нашем мире это все вот это вот ровная местность некий ландшафт а там есть тяжелые вещь и слез есть приятные есть неприятное и тут ты подходишь к торе такая ты подходишь к вторе ты подходишь горе вот в итоге идешь ровно не подходишь горе ты не можешь идти ровно когда перед тобой гора от весная стена ты не ровно идти это невозможно если будешь ровно идти то если ты будешь относиться к торе как будто бы это продолжение твоей материальной жизни смотрит это материальными глазами все будет хорошо как бы ты будешь понимать то что написано в торе у тебя все будет укладываться но ты будешь смотреть на тор материальным взглядом ты будешь не видеть продолжение твоей материальной жизни и тора будет казаться тебе видимо какими-то умными или мудрыми записями наших учителей трех тысячелетней давности когда-то давно жили умные или мудрые люди какие-то вещи записали но это уже давно отжило прах на наш устаток говорит это уже не актуально мы живем в 21 веке технологии продлились вперед кому это все нужно это отжило это какие-то эмунотфилы какие-то верования старые никому не нужные прах на наши устаток говорит но это естественное понимание того что перед нашими глазами перед нашими взором находится если мы не понимаем что перед нами отвесная стена и нужно смотреть наверх нужно понимать что ты перед чем-то большим находишься нужно немножко укротить свой пыл свою страсть понимание что ты все знаешь обо всем знаешь все понимаешь может быть и действительно много понимаешь может у тебя первая степень может быть ты профессор может быть и ты человек это достиг больших высот материальном мире это не мешает это все нормально все хорошо но это не занимаясь сейчас материальной реальностью и поэтому то основа материальном мире который у тебя есть знакомые возможности деньги ты объездил весь мир и много видел ты общаешься с богатыми людьми ты большой человек в разных сферах деятельности вообще не актуально это важная сфера сама по себе потому что если ты богатый человек у тебя богатая богатый в плане мира в богатое мировоззрение ты много в жизни видел ты со многими общался у тебя есть больше потенциал у тебя есть больше больше возможности как-то понять вещи глубже то есть ты человек не мелкого разряда и мелкого порядка тебя может быть есть потенциал больше чему скажем крестьянина не в плане того что ты больше поймешь но ты будешь по-другому понимать то есть ты человек который закончил различные учебные заведения ты много всего видел твоя возможность она будет не та же самая как у человека который назовем это так например никогда ничего не учил и так далее который смотрит на жизнь просто в какой-то мере как ребенок или как взрослый ребенок ты сможешь на жизнь глазами зрелого человека и твои возможности постигать тору они будут отличны от того как смотрит на жизнь зрелый ребенок но это еще не познание тора то есть если думаешь это своими мозгами своим пониманием жизни и так далее все сейчас поймешь сейчас быстро будет понятно ясно внятно и там нечего собственно делать как мы привыкли да вот пошел на экзамен заранее подготовился прочел понял пошел дальше потому что в нашем материальном мире если вы обратите внимание все что есть нашем материальном мире мы можем понять наш мозг если мы приложим силы приложим желание время любую вещь материальном мире мы сможем понять это может значить больше времени чуть меньше времени может быть наше понимание будет не на очень большом уровне а какой-то немножко средний так но любую вещь материальном мире потенциально можно понять и одна из базисных вещей которая мешает нам вообще понимать какие-то духовные моменты духовные вещи это будет вот понимание если я понимаю в материальном мире все или думаю что все понимаю или много всего знаю то конечно же я смотрю на тору как на еще одну область или отрасль знаний понимание философии и так далее которая вот у меня есть какой-то пакет того что я знаю и понимаю это будет какая-то добавка пускай большая красивая добавка но это будет добавка к тому что я уже знаю понимаю моё выставленное мировоззрение понимание жизни мои возможности и так далее еще добавится что то вот например я учил математику учил физику учил философию учил медицину учил что-то еще учил играть на различных инструментах рисовать чертить создавать космические аппараты и так далее много всего знаю вижу понимаю просекаю учил психологию умею общаться с людьми понимая глубоко жизнь окей теперь учу тор еще одна наука окей не наука но может что-то более глубокое или более интересное более основоположного но это видимо расширит мое мировоззрение то есть у него же выработался подход к учебе понимание что такое жизнь понимание что как что зачем от чего что чем связано так еще что-то прибавится к этому так это не то это видение реальности такими глазами как я сейчас рассказал последние скаминут никакой огромный огромное вступление видение реальности которая сейчас описал это видение реальности материальными глазами и таким образом если таким образом будем относиться кто и будет мы придем к тому что будет как называется в торе хамор малес пары то есть человек может в торе цитировать многие места он может знать что написано он может привести пирушим что сказали различные раввины на эту тему он может и цитировать различные другие вещи он может знать филот наизусть все замечательно но почему написано в торе хамор малес пары день в том что он хамор это слово хомер то есть это как был в материи так ты в материи и остался ты в душе свои изменения не сделали ты запечатлел глубоко глубоко это называемых материальный мир и смотря материальными глазами ты видишь ту материальную реальную историю которая открыта нам мы же видим буквы цифры мы видим какие-то понятия и все эти вещи выучил ты может быть и живешь соблюдая заповеди да ты знаешь ты идешь на в синагогу ты соблюдаешь шаббат но вместе со всеми этими вещами ты запечатлен в грубую материальную реальность потому что сознание твое находится в другом месте твое сознание находится в материи и ты смотришь на тору не через призму того что ты соприкоснулся с чем-то божественным да с чем-то высоким с понятием душа святость это не находится всевышнего нельзя пощупать руками как ты собираешься прикрепить понятию профессуры что-то и чего-то подобного то что спущено с неба это как у тебя как ты хочешь этими пощупать это вот этими своими возможностями когда ты большой человек помогаешь может быть людям может быть лечишь людей спасая жизни это очень хорошо западную мысль прикасаемся сейчас реальностью другого мира это инопланетная реальность да вот если ищем где жить инопланетяне это постоянный фильм где же инопланетяне вы видели на планете евреи ты инопланетяне это шутка это другая реальность брали себе что мы изучаем другую реальность реальность которой не видно не слышно прикоснулся нельзя зачем себе тешить в этой постоянной иллюзии там эти это нежелание сказать себе что я чего-то в жизни не знаю или по крайней мере хоть немного остановить скотями но не все я знаю знаете если честно и серьезно ведь просто очень грустно почему грустно потому что нас настолько заполняет самомнение себе что нет хоть малейшей возможности прикоснуться к чему-то высокому не потому что мы плохие но самомнение настолько заполняет нас что нет возможности это настолько печально и грустно ты видишь замечательных людей способных талантливых имеющих огромный потенциал возможностей но ты не можешь они могут прикоснуться к самым себе к чему-то высокому потому что они настолько погружено в реальность материи настолько заявлено том что они все знают все понимают нет ничего другого и так далее не ищут ничего это невероятно печально невероятно печально но вместе с этим эта функция нашего мозга потому что наш мозг так и мы говорим о том что реальность материальным и можем понять любую все только нужно положить усилия иметь нормальных и хороших учителей можно понять все поэтому наш мозг как вы понимаете мозг он материальный да то есть можно его мы не можем пощупать но мы знаем что он есть у нас есть наука у нас есть медицина объясняет функции объясняет что объясняет зачем объясняет почему то есть это сам по себе и мозг имеет материальное присутствие в нашем мире отсюда вывод невероятно простой как ты можешь материальными мозгами понять мир который ты видишь глаза не можешь прикоснуться это невозможно поэтому не нужно не нужно убеждать себя что реальность которая нам не видна глазами который нельзя прикоснуться ты можешь легко и просто понять своим мозгом тебе будет просто тебе будет легко все будет понятно не нужно об этом думать зачем самого себя вводить изначально в тупик так как мы многие при изучении ли в процессе изучения или в начале изучения тура может быть и всю жизнь исходят из этого как первоначальная так называемая некая аксиома человек первоначально вводится в состояние тупика и ничего в течение жизни толком так и не сможет понять он ничего не сможет вторик увидеть потому что он перекрыл себе возможность эту перекрыл он считает что то что я понимаю и как я понимаю это все теперь очень важно понять нам не нужно выкидывать в мусорное ведро наш мозг нашу возможность размышлять мыслить понимать это очень важная функция и нам она нужна без этого мы бы не смогли изучать учить выстраивать какие-то понимания поднимать свое понимание новые уровни мозг нам нужен без него мы никак не можем все что нужно понять что мозг имеет ограничение это очень важно помнить ограничение когда с приказа с духовными какими-то материями вещами он не все может понять также всевышнего невозможно понять увидеть и прикоснуться и никогда при этом возможно эту мысль нужно застолбить внутри себя и тогда нам будет проще и легче так вот теперь мы можем выстроив мост мы можем поступить чуть плотнее к тому что здесь написано тара не рассказанным как нам нужно жить как нам нужно жить знает прекрасно 8 миллиардов человек которые живут во всем мире без торы и никто к нам не приходит и не спрашивать как я уже говорю все живут замечательно процветают больше или меньшей мере кушают пьют и все остальное как жить не нужна для этого тора а что же что же нам собственно вторых очень поведен зачем что тора от нас хочет для чего эта книга вообще перед нами лежит зачем это лучше оказывается оказывается есть такое понятие кто называется душа душа это не то что нам хочется понять головой душа это не то что написано в романах и книгах что-то типа друг мой душевный и так далее да мы оперируем этими словами этими фразами какими-то сюжетами из фильмов из каких-то книг и так далее но все эти понятия которые внутри нашей голове весь пласт образования который мы получили в школах при общении с людьми в институтах на работе и так далее все это материальная реальность торонов говорит о том что у нас есть душа душа дана нам всевышним и мы совершенно об этом ничего не знаю ну совершенно не потому что мы плохие не потому что мы хорошие это просто скрытая вещь от нас те кто утверждает других народов том что не что-то души знает нет они ничего не не знаю не знают не понимают лучше понимать самого себя и так далее да может быть как то есть понимать самого себя и сейчас говорю о том что у нас есть различные базисные функции каким образом как мы в этой книге читали самом самом начале рамка о том что есть три пласта понимания и три мудрости на мире на первом втором уроке мы об этом говорить посмотреть есть понимание базисная то есть хохматыш и муж там есть есть науки в мире да это все нормально с помощью ног мы понимаем лучше жизнь самих себя есть медицина есть базисные функции чек который нужно изучить все эти вещи во всем мире прекрасно знают и без торы не нужно этого всего но нам нужно более высокие вещи к этому нужно подойти как тора дает нам возможность соприкоснуться с вы с нашей душой о которой мы ничего не знаем и то что написано других народов тоже ничего об этом нет а то что есть это люди просто какие-то вещи сами себе придумали и или это разрешили сами себе в это верить а нам евреям в этом плане очень повезло потому что только с нами всевышний разговаривал возле напротив горы синай только нашим народу как одной целостности в 600 тысяч мужчин и не считая женщины детей стариков было передано тора как одно целое только с нами всевышний разговаривал и только нам все это передал и мы так называемо смотрим лелеем наши традиции уже почти три с половиной тысячи лет которые придаются в через тору письменную и устную который получил муж и раба и даже если одна буква в торе записано неверно и есть какая-то ошибка или буквы не хватает то вся тора считается псуля то есть она нельзя читать нельзя ее смотреть и так далее пока не исправит эту ошибку мы сидим даже за измени в одну букву это было всех поколениях чтобы традиция точно и четкий передал всех поколений не было никаких ошибок потому что это небесная истина мы не можем ничего добавить и не можем ничего вытащить потому что это не что-то в нашей материи на мель это уже становится понятно почему нельзя ничего добавить и почему нельзя ничего вытащить отсюда нужно нельзя же нельзя конечно можно меняй что хочешь как взяли те кто у нас украл тору с той стороны мира из другой стороны мира те кто соблюдает воскресенье или те кто придерживается пятницы все Те, кто крадут или крали, или украли нашу Тору и присвали себе сказать, что это теперь мы в этом идем. Конечно, они могут написать, что они хотят, это не такие проблемы. Но только те, кто понимает, что это истина в последней инстанции, или леет каждую букву, потому что каждая буква, она написана и передана Всевышнему Шеробейну, пророкам из пророков во всех поколениях, такого никогда больше не будет. Потому что каждая буква несет в себе вот эту вот удивительную святость, высоту. И без одной буквы все рушится, без одной буквы нельзя ничего вытащить лишнего. Так вот, связь между нами, в нашем отдельном мире, между нашей душой, а наша душа уже связана, как мы понимаем, со Всевышним, благодаря Торе. У нас нет другой возможности найти связь с нашей душой. У нас нет другой возможности выполнять то, чего от нас хочет Всевышний. У нас нет другой возможности понять смысл нашей жизни. У нас нет другой возможности без Торы понять, зачем мы здесь находимся, зачем мы живем, куда мы движемся. Для чего все это? Куда все эти поколения идут? Что происходит после смерти? И тысячу и тысячу других вопросов. Без Торы ничего этого нельзя понять. Ни к чему нельзя прийти. На самом деле ни к чему нельзя прийти. Так вот связь между нами и нашей душой может быть только через Тор. Это возможность прикоснуться. Обратите внимание, мы изучаем с вами миры, которые скрыты от наших глаз. Реальность, которая не видна никаким образом. И Тора объясняет нам, учит нас постепенно, постепенно, каким образом мы можем жить в материальном мире и при этом учитывать интересы и то, что на самом деле важно нашей душе. Той душе, которую мы не видим и не слышим. Как жить в соответствии с тем, чего хочет наша душа и соизмерять с тем, чего хочет наше тело? Как жить в цельности? Как прийти к цельности? Потому что есть невероятно много путей, дорог, теорий и так далее. И все рассказывают, как тебе идти, куда к тебе прийти, кто прав, кто виноват и все остальное. Но истины там нет. Сколько можно блуждать? Вы понимаете, что зайдя в какую-то теорию, в какое-то течение или движение, люди нередко расстаются в этом месте на всю жизнь. Выйти из этого удается тоже немногим. А сколько испорченных лет, разбитых сердец, разбитых душ. Сколько поломанных людей из-за этого. Стремление, естественное стремление к высокому и к чистому есть у всех. Но, к сожалению, в мире настолько много вот этих вот придуманных, непонятно кому нужных или ненужных вещей, люди поломанные все. Мало того, даже не понимают, что в этом месте выход на заходят. Знаете, здесь такая кнопка спасительная дверь. Вот она, это спасительная дверь. Подойди к этому месту и начни постепенно изучать. Не нужно думать, что вот ты зашел и сразу стало все понятно. Потому что мы соприкасаемся с чем-то невероятно большим. Миры Торы, Всевышний, все эти удивительные вещи, это настолько необъятно, огромно, бесконечно. Мы соприкасаемся с какой-то бесконечно огромной вещью. Это всю жизнь. Почему евреи учатся всю жизнь? Что они учат? Мы не можем этого головы понять. Сколько можно учиться? Ну, ты уже и это выучил, и то ты выучил. Сколько можно учить одно и то же? И то одно и... Люди не понимают этого. Ты учишь о бесконечности, сколько ты можешь учиться всю жизнь? Ну, это когда ты себя настроил, ты понимаешь, что ты соприкасаешься с бесконечностью. Ты видишь, что там новые вещи о высоком, о чистом, о красивом, о том, как поет твоя душа. И постепенно человек соприкасается с этим больше и больше. И у души есть все больше и больше возможностей начать проявлять себя в нашем мире. Когда человек проявляет свою душу, то есть он дает возможности душе проявляться в нашем материальном мире через правильное поведение, правильные поступки. Или те поступки, то поведение, те какие-то ограничения, которые нам нужны и важны для того, чтобы дать возможность душе проявить себя. Аллаха, еврейский закон, это не... Значит, теперь мы себя в тюрьму посадим, и теперь мы начнем с вами жить в тюрьме. Значит, сюда не ходи, туда не ходи. Шаббат знаешь? Шаббат слышал? Значит, слушай меня. Шаббат ты делаешь раз, два, три, и так тридцать девять, и так далее. Это не шаббат, не об этом разговор. Это нужно понимать, собственно, о чем разговор. Это что, тор? Это что, ограничения тебе дать? Тор это возможность тебе полноценно жить дает. Возможность испытывать настоящую радость, быть счастливым человеком, она приходит благодаря тому, что человек живет в соответствии с тем, что у него есть душа, и тело и душа живут в резонансе, как одно целое, как цельность. Тогда поломок как-то все меньше и меньше, болезней меньше и меньше, счастье как-то, человек не забывает, оказывается, даже в зрелом или старческом родстве, что есть такое понятие, как любовь. Чистая любовь, живот чисто и красиво. Не находится в состоянии постоянного, как у нас говорится, дикоона, в котором находятся многие люди. Не может быть этого состояния, если ты находишься в резонансе со своей душой. Этого не может быть. У тебя не будет дури в голове непонятной, постоянной. У тебя не будет мысли непонятно о чем. Лезть ты будешь непонятно куда. Человек находится в гармонии со собой, находится в состоянии постоянного счастья. Постоянное счастье, это не значит, что жизнь станет вдруг легче, вдруг уйдут все проблемы. Нет. Но ты понимаешь, что ты находишься в так называемом... Знаете, когда маленький ребенок, он верит бесконечно в то, что его родители для него это все. Он бесконечно верит в то, что родители о нем позаботятся. У ребенка никогда не возникает вопрос о том, что мама не даст мне покушать. Или мама не даст, или не уложит меня спать. Такого не может быть. У ребенка никогда не возникает таких мыслей. И не могут возникнуть, потому что он находится в состоянии того, что он понимает, что у него есть родители, и они для него все. Почему? Когда мы взрослеем, мы, к сожалению, часто тупеем. Тупеем это не для того, чтобы сказать, какие мы это называемо, а тупеем, это значит, что, да, из того, что мы стали взрослыми, выросли, и теперь, может быть, мы сами родители, может быть, у нас есть даже внуки или правнуки. Да, может быть. И мы понимаем, что родители, которые нам давали так называемый покой, уют, заботу, теперь мы сами даем это нашим детям и внукам. Но в какой-то момент жизни, при правильном проживании этой жизни, мы должны были присоединиться к тому, что этот покой, заботу и уют дает нам Всевышний. В это состояние уюта, которое было вместе с родителями, мы получаем от Всевышнего. Благодаря тому, что мы ощутили, как это происходит с нашими родителями, нужно работать над собой, работать, всю жизнь работать, чтобы находиться в этом состоянии, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят, что ты хороший. Сколько людей на сегодняшний день нужно сказать, что ты хороший человек, ты молодец, ты делаешь много хорошего, да, ты много, может быть, и дурного делаешь, но ты стараешься. Мы разуверились, я не знаю, в чем мы только не разуверились, в особенности на фоне войны и всего остального. Так это работа над собой, чтобы подойти к этому состоянию, подойти к этому. Потому что, когда мы стали взрослее или взрослыми, это состояние, как называется, как у Бога за пазухой, говорят, да, вот такие есть фразы, это должно бы переключиться на что-то более высокое. И есть люди, которые реально так живут. И нужно смотреть этих людей и учиться у них, как они живут таким образом. И мы сейчас не говорим о том, что, знаете, вот, знаете, вот умный или умудренный опытом и жизнью человек, имеющий высшее образование, скажет нам, «Высшее, короче, я знаю, дурачков много бегают, всем улыбаются, у них все хорошо». Им бы, видимо, к психушке поближе, все было бы нормально. Мы не об этом говорим. Есть очень много зрелых, мудрых людей и тоже умудренных опытах. И для этого необязательно иметь высшее образование, потому что изучение Торы, оно похлеще высших образований и ни одного, ни второго, ни третьего. Намного похлеще. Те, кто, конечно, серьезно к Торе относится, потому что это вещи запредельного плана и высшее образование в подметке не годится по сложности, по объему, по глубине, по тем задачам, мирового плана, которые стоят перед евреем. Есть масса мудрых, интересных и замечательных людей. На это нужно обращать внимание. Так вот, когда мы все эти Агдамо сделали, теперь мы можем быстренько пройтись и понять, что, собственно, здесь написано. И вот, то, что Раф здесь говорит, что наше нефеш, это, назовем это так, самое низкое, у нас есть несколько уровней души. Нефеш — это самый низкий уровень нашей души, который связан с физическим телом. И, как мы понимаем, когда мы посмотрим на то, что происходит у народов мира и так далее, мы поймем, что у этого уровня души все его основные желания и стремления к тому, чтобы что? Получить удовольствие от жизни. Неважно, вообще все неважно. Наше материальное начало он хочет, естественную вещь, получить наслаждение, счастье, удовольствие. И все остальное неважно. Ну, к этому, конечно, добавляется власть, деньги. Я не хочу прочислять, вы продолжите список без проблем совершенно. Но мы обратим внимание на очень интересную вещь. Всевышний, когда создавал миры, если вы обратите внимание, он давал, да, то есть давал, Всевышний в принципе все время дает от себя. Он дает, 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 да, все время дает нам. А мы все берем, берем и берем. Даже если не хотим, все равно берем. Мы же дышим. Нам кто-то дает возможность дышать, жить, существовать. То есть мы все равно берем, даже если мы как бы не берем, да. Так нам, как вы понимаете, нужно стараться соответствовать тому, что от нас, то есть соответствовать Всевышнему. Что мы знаем о Всевышнем? О том, что так как Он все время дает, нам нужно стремиться тоже давать другим от себя. Давать разное. Давать улыбку, давать заботу о детях. Это просто более естественно. На фоне семьи, например, и так далее, мы учимся. Вот этот институт семьи и так далее. Это первые шаги к тому, чтобы давать. Хотя на самом деле в еврейских домах и так далее, это мучает детей с маленького возраста, чтобы заботиться о маленьких заботе. Дверьми больше заботиться о более маленьких, и так далее, и так далее, с маленького возраста. Это не рабство, в которое живут еврейские семьи. Это подготовка детей к тому, чтобы вырасти зрелыми людьми, которые дают, которые умеют заботиться, умеют помогать, умеют давать. Это не рабство. Рабство – это когда мы сидим весь день за компьютером и занимаемся все этими вещами. В этом рабство, потому что человек или ребенок он не подготовен к зрелой взрослой жизни. А потом он зайдет в состояние шока. Что происходит? Меня учили всю жизнь отдыхать и наслаждаться. А на самом деле жизнь-то другая. Меня же держали в каком-то удивительной комнате, закрытой от реальности. А потом я вышел в жизнь, и так называемо головой в стену. Я не умею так жить. Вы меня до 18-25 лет держали в какой-то странной жизни, только наслаждаясь. А я не умею жить так, чтобы выживать, так, чтобы давать. Меня не научили. Ни дети не виноваты, видимо, ни родители не виноваты, мы сейчас никого не обвиняем. Но это часть нашей реальности. Так наше желание нашего так называемого уровня нефиш, и мы смотрим сейчас на иные евреев тоже, это желание получать счастье, удовольствие от жизни. Не важно, что дальше. Все это не важно. Мы понимаем, что у нас есть много уровней души. Много уровней души. Самая низкая часть нашей души, ее желание к наслаждению, а более высокие пласты нашей души, они ближе ко Всевышнему. И они, так называемое, излучают, и от них продуцируется истина, то, что на самом деле, так называемое, откуда на самом деле приходит свет, от самом деле приходит, откуда счастье. Это состыковка со своей душой, это состыковка с более высокими пластами нашей души, не с самым низким, который нам и так понятен, куда нас тянет постоянно в этом состоянии счастья и так далее. Или мнимого счастья. Так высокие планы души хотят давать от себя, то есть давать другим, помогать, поддерживать. Это вокруг этого все заповеди выставлены и так далее. От чего мы хотим? Нам это скучно. Скучно, но зачем туда идти, когда можно получать счастье от жизни, от всего остального, наслаждаться и так далее. Легковесность, это мнимое состояние счастья, это то, куда нас тащит наши, так называемые, низкие уровни души. И это естественно. Мы не говорим, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это наш мир, в котором мы живем, материальный мир, он создан по этим критериям. В нашем мире есть, назовем это так, некое психологическое давление. Я просто так назвал это слово, так, чтобы как-то назвать. В нашем мире есть некое давление, которое нас просто, вот даже если, вот, вот, на фуникулеры, человек стоит, и вроде бы стоит, а его эти ступеньки поднимают наверх. То есть в нашем мире, даже если ты как бы ничего не делаешь и стоишь на месте, есть естественное давление, как атмосфера, давление этого мира на человека, который призывает, манит его, и тянет наслаждаться, быть легковесным, ни к чему не стремиться, и так далее, и так далее. По этому поводу, басни, сказки, философии, что вы только не хотите. Это естественно так, потому что. Теперь, если ты такому человеку, а это мы все на самом деле, говоришь о том, что, смотри, есть, у тебя есть душа, высокий уровень души, там есть Всевышний, и душа твоя томится, она страдает. Живешь ты легковесно очень, не туда ты идешь, к чему ты придешь, мы в 21 веке как-то, видимо, больше начинаем видеть, в особенности на фоне войны, того, что происходит, на фоне того, что мировоззрение у людей меняется невероятно, к чему приведет тебя то, что ты не оставишь свои интересы, свою национальность, понимание того, что ты еврей, понимание того, что нельзя, так называемое, быть как все, потому что быть как все, это значит смерть, Леу Алейну, и мы это видим, и многие другие вещи. Это не где-то там, далеко, это здесь, это конкретно здесь и сейчас. Бег за вот этим мнимым счастьем приводит к концу света, реально к концу света, не нужно ждать какого-то конца света, это значит война, и это значит, мы сейчас находимся в этом состоянии, и с очень большими потерями, большими и небольшими мы как-то как-то выживаем, шаг назад, два вперед, два назад, не знаю, вот что-то такое вот. Так вот, мы себя убеждаем, что да зачем мне все это все надо, вот заботься жизни, расти детей, и все будет хорошо. Зачем какие-то материалы, зачем какой-то смысл чем-то искать, оставьте это все, это так говорит, то, что я называю, естественно, в Сумхоте, Тану, Тан Льгаамидны Дету, У Ли Хазек, Ли Хазек, Одутав, Ли Хабер, Придутав, В Имя Ирла Гемнерга, И Мэтли Кроутан. Вот если какой-то свет в твоей жизни будет, который, человек светлый, книга какая-то, который тебе в какой-то момент жизни придет и скажет, не туда ты идешь, не тем занимайся, посмотри, и какие-то даже те, может быть, реальные примеры, как-то зацепить тебя за живое, посмотри, что происходит там. Бодот Дворим, Ктелим, Ли Гемена Минто Тутав. То есть, мы сами как-то выдумываем или соблазняем себя и закрываем себя от такого человека, чтобы не идти этими путями, не идти этими дорогами, или заведомо занижаем этого человека, или самооценка, как бы увеличиваем себя, закапываем кого-то другого, кто-то такой, что ты понимаешь в жизни, мне это все не нужно, ну и так далее. то есть, мы прилагаем в нашем мире массу усилий того, чтобы отойти от того, к чему нас наша душа зовет, к чему у нас есть стремление, у кого-то больше, у кого-то меньше степени, но это есть, от этой чистоты, от этих прямых дорог по жизни и так далее. Вы коридом у Ивов Бенслав. И говорит, у каждого человека его самый главный, самый основной враг, мы заканчиваем, самый главный враг каждого человека находится внутри человека. И единственное спасение у человека для того, чтобы в жизни видеть о том, что есть что-то еще, кроме этого нашего материального мира, он неплох. Мы не об этом говорим. Но в нем нет цельности, в нем нет смысла, если нет чего-то более высокого. Эйзер Милукав. У нас есть Ейцер Готов. У нас есть высокие уровни души, которые действительно направляют нас в это место. И это то, что дает нам возможность выжить, то, что дает нам возможность победить, то, что дает нам возможность обрести силы для того, чтобы обратить имя для того, чтобы противодействовать этому материальному началу, который тянет нас постоянно вниз. вы сказали, ну как это, материальное начало это замечательно хорошая функция. Вы обратили внимание, что материальное начало, его суть в том, чтобы убить и разрушить человека. Например, переедать до невозможности. потому что, когда я кушаю, я получаю счастье, удовольствие. И чем больше я кушаю, тем больше удовольствия я получаю. И на этом фоне есть очень много целых вещей, когда люди вырывают, потом кушают дальше. И тысячи других вещей. Есть невероятно много примеров, каким образом, стремясь к наслаждениям, мы убиваем себя. Это только какая-то маленькая зарисовка, маленький пример. Так вот, не всегда нужно идти за своими желаниями, стремлениями, которые связаны только с сугубо материальными какими-то желаниями. Нужно состыковывать свои желания, может быть, с какими-то более высокими вещами. Иногда просто иметь трезвый мозг, трезвое видение вещей. Нужно думать. Так вот, нет у человека никакой возможности выжить в этом мире, если он не привязывается к высоким уровням души. Потому что мы назовем, скажем, Ецер Тов, потому что мы назовем Тора, это возможность состыковать и прикрепить и скрепить свое тело со своей душой. Нужно понять очень важную вещь. Наше тело, оно в идеале должно обслуживать нашу душу. Не душа обслуживает тело, то есть тело что захотело, хочется то, хочется другое, хочется третье. Тело должно обслуживать душу, а не душа должна обслуживать тело, потому что первоначально это душа. Душа вечна, как Мори Элукайны, Шамаши, Браты, Биты, Гураги. Душа она от Всевышнего, тело оно бренно. тело конечна, душа вечна. Тело должно обслуживать душу. Мы сейчас не говорим о том, что нужно себя поставить в рабство, нужно страдать всю жизнь, нужно избивать себя, нужно мучиться. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что есть понятие, которое называется Седрга, а не Фиот. Есть более главные вещи, есть менее главные вещи. Так вот, желания тела, они должны занимать какую-то определенную ступень. Желания тела не должны затмевать мозг, ум, жизнь. Желания чувствования, чувства и так далее должны иметь свое какое-то место. Человек должен быть выстроен, а не разрознен в разные стороны. То у него туда его потянуло, то его сюда потянуло, то ему это захотелось, то ему то захотелось. Сегодня там на велосипеде завтра прыгнул откуда-то, послезавтра не зная что-то еще непонятное сделал. Человек должен быть так называемо выстроен и иметь направление. Когда человек разрознен, он двигаться по жизни нормальнее, он жить нормальнее может, он неустойчивый, он не может с чем-то справиться, не может достичь каких-то целей и так далее, и так далее, и так далее. Так возможность выстроить себя правильным образом связана, конечно же, во многом с тем, что нужно иметь цель, и нужно иметь основу. А основа наша наверху. Когда у тебя есть правильные цели, правильные направления, ты можешь навести у себя или внутри себя порядок для того, чтобы придать правильное место и правильное выражение и правильная так называемая возможность для каждого из своих проявлений. Например, проявление того, что связано с физическим миром, то, что связано с эмоциональным миром, с ментальным миром, нашей мысли, нашей какие-то стремления и так далее. Все становится на свое место, но это постепенно эта работа. Господа нам крепких сил, хорошего настроения, и мы с вами встретимся в Боизратошем через две недели. Продолжение следует...